Официальный сайт проекта www.wsgg.com Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск видеоматериалов, которые помогают как начинающим, так и средним игрокам и командам поднимать свой уровень игры в одну из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире. Сегодня мы поговорим о карте The Dust 2, разберем раунд, который придется по душе командам, которые любят минимум тактических составляющих в раунде, а приветствуют больше раунда, которые рассчитаны на стрельбу. Тем не менее, в этом игровом эпизоде мы более подробно разберем суть раунда и в чем же заключается самая важная часть. А поможет нам в этом SK Gaming, игра против WinFact. Сегодня мы не будем разбирать действия всех игроков, а посмотрим только на ключевых персонажей. Итак, первое, что делают игроки из каток, это расходятся по дефолту. В этом случае они играют в пятером через переход. После того, как прошел так называемый чек-позиции, которые могут занять финны для поджима, шведы переходят ближе на парапет. Рубан спускается в нижнюю тэшку, откинув одну гранату в зиг и собирает нюху по пленту Б, так как в начале раунда этой информации у SK не было. После того, как информация по карте собрана, SK перестраивается на зиг вчетвером. Рубан первая начинает свои действия на центре, а именно имитирует фейк выхода на мидл. Раскидывает дым, флэш и остается на центре. А вот его тиммейты, после того, как Рубан раскидал мидл, сразу выходят на точку А на стрельбу, без как такового раскида. И посмотрите, что делает гидрайт с двумя игроками, которые смотрят аплэнд. Некоторые из вас могут утверждать, что стрельба – вот весь ключик этого раунда, но я попытаюсь подправить ваше мнение тактическим вариантом. Смотрим на изначальные позиции двух игроков, которые смотрят плент А. После того, как Рубан раскидывает центр, эти два игрока переключаются на мидл, тем самым выходят на более открытые позиции и начинают контролировать выход атаки именно на эту точку. АСК выходит сразу на А. Но самое главное, что если бы гидрайт вышел сам, то шансов у него сделать минус было бы меньше, поэтому вам в этом игровом варианте надо сыграть именно вчетвером. И если ваш первый игрок не попадет сразу, то вы его обязательно подстрахуете, и результат будет такой же. Обсуждайте видео в комментариях на сайте www.wsgz.com Это был пятый выпуск видеоуроков от проекта World Electronic Sports. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...